Сегодня в телеграм-канал принесли вот этот рассказ, но там авторство было другое. Я поискала и нашла первоисточник. Из жизни фронтовика в живом журнале Диакона Андрея Кураева за 28 марта 2022 года. Как-то Юрий Никулин шел с утра пораньше пешком на работу и стал свидетелем страшной трагедии. Молодая женщина и ее шестилетний сын были сбиты автомобилем на пешеходном переходе. Мать скончалась. Мальчик просто чудом не пострадал. Просто его руку вырвало из ладони матери при наезде. Первое, что сделал Юрий Владимирович, это снял свой пиджак и накрыл им тело женщины, чтобы мальчишка не видел изувеченную, залитую кровью мать. Очень быстро приехала милиция, оцепившая место происшествия, скорая помощь, зачем-то пожарные, собралась огромная толпа зевак. Все они охали-ахали и обсуждали происшедшее. Как-то так вышло, что без внимания остался только плачущий мальчишка, сидевший на обучении дороги. «Ну как так?» – подумал Никулин. Вышел из толпы. Милиция, увидев известного актера, останавливать его не стала, только честь отдала. И сел рядом с мальчиком. Утешил, как мог. Подарил свой красный галстук с изображением пчели, а потом еще и на такси домой к бабушке увез. В этот день у Никулина была назначена серьезная встреча с японской делегацией. Юрий Владимирович, естественно, опоздал. Опоздал почти на полтора часа, да еще и вошел в кабинет без пиджака. Костюм приобретался специально за границей для протокольных мероприятий. Без галстука, в белой рубашке с закатанными до локтя рукавами. Руководитель токийской делегации Ито Кабояси и его коллеги посчитали внешние виды опоздания Никулина оскорблением, нарушением протокола, на котором азиаты зациклены, демонстративно покинули цирк. Только спустя пять лет Кабояси узнал истинную причину – опоздание директора цирка на Цветном бульваре. Никулина пригласили в столицу Японии, прислав за ним самолет, принадлежащий компании. В офисе Юрия Владимировича встретилось 78 низкопоклонившихся японцев без пиджаков, без галстуков и в белых рубахах, рукава которых были закатаны до локтя. Быть может, это просто городской фольклор, но очень правильный. Диакон Андрей Кураев. Из жизни фронтовика.